В преддверии профессионального праздника сотрудники Белгороднестровского краеведческого музея подготовили для ребят из 5-го А-класса 4-й школы познавательный урок. Младший научный работник Екатерина Осадчук всего за час занятия рассказала ребятам о истории письма и о том, как этому мастерству учили школьники в 19-м веке. Ребятам рассказали о школьных предметах 19-го века и приступили к чтению. Современные дети за годы учебы пользуются сотни учебников. Какие-то книги они получают в библиотеке, какие-то покупают родители. В 19-м веке они были большим дефицитом, поэтому на группу учеников было всего несколько книг. Сотрудники музея показали их ребятам. Им уже более 100 лет. И прикоснуться к их страницам можно только надев перчатки. Первую титульную страницу. Откроете, пожалуйста. С названием книги. Екатерина Осадчук обратила внимание ребят на то, как выглядят буквы в этих книгах. В 19-м веке алфавит выглядел не так, как сейчас. В 19-м веке в существовавшей русской азбуке насчитывалось 35 букв. Интересно, что каждая буква имела свое название. То есть буквы не просто именовались Б, В, Г, Д, а за каждое стояло свое смысловое слово. Сейчас перед вами слайд с русской азбукой 19-го века. И обратите внимание, у меня тут есть название букв в русской азбуке. Например, буковка А имела слово Аз. Далее Буки, Веди, Глаголи. После того, как ребята изучили азбуку, приступили к чистописанию. В 19-м веке использовалось гусиное перо, которое прослужило человеку более тысячи лет. Екатерина продемонстрировала ребятам и другие вспомогательные предметы. Чернильницу, промокашку и другие атрибуты. Рассказала о их происхождении. Объяснила детям, как правильно писать пером. Девочки молодцы. Весь мастер-класс проходил в атмосфере 19-го века. После того, как школьники подняли шум, Екатерина Осадчук с юмором вспомнила о том, как наказывали в школах сотни лет назад. Продемонстрировала розги и кукурузу. Рассказала ребятам, как непослушных ставили на колени. И тут же некоторые современных учеников захотели испытать это на себе. Очередь выстроилась немалая. Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями от увиденного. Показывали свои работы. Мне очень понравился этот урок. И так незаметно целый час прошел. Мне очень понравилось писать, рассказы. Ну, очень странные буквы были, правописание. Очень тяжело было писать. То есть сейчас легче? Да. Было интересно про школу узнать, как было в древнем учиться другим детям. И почему-то учились всего лишь два года. И как они могли за эти два года все выучить. Мастер-класс прошел на славу. Все ребята и их классный руководитель остались довольны. И всегда готовы прийти в Белгороднестровский краеведческий музей снова, где проводят такие интересные мероприятия. Вот так в Акермане хранят традиции и прививают подрастающему поколению любовь к истории и родной стране. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.